Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. В этом видео мы познакомимся с аристократами в мире африканских циклит из рода Юлида Хромис. Юлида Хромис Марлиера, или как его еще называют Юлида Хромис Сетчатый. Стоит начать с того, что содержание всех Юлида Хромис практически ничем не отличается. Они схожи в содержании, кормлении и разведении, однако на ваших экранах именно Марлиера. Кто вообще такие Юлида Хромисы? Это привлекательные рыбки из рода окунеобразные, семейства цикловые и в своем роде насчитывают всего 5 видов. Собственно, сам Марлиери, Юлида Хромис Регани, Дикфельда, Транскриптус, Юлида Хромис Орнатус. Все они населяют озеро Тангань-Ика и являются эндемичными циклитами, или проще говоря, больше нигде не встречаются. Однако, только взгляда на этих созданий достаточно, чтобы понять, что они хищники. Вытянутая форма тела в виде стрелы позволяет набирать достаточно большую скорость в воде. А исходя из того, что в живой природе они обитают в каменистой местности, то и способствуют четким поворотам-разворотам между камней. На большую глубину в живой природе эти рыбки не опускаются, но в аквариуме могут себе позволить весь день находиться на дне. В нашу страну эти рыбки попали достаточно давно, но я не могу сказать о том, что они встречаются часто у аквариумистов. Их незаслуженно многие обходят стороной, но есть и истинные ценители Юлида Хромисов. Содержать их совсем не сложно. Рекомендованный объем аквариума 100-150 литров, но некрупные максимальные размеры до 8 см, по крайней мере, у Морлиери позволяют использовать и маленькие объемы. Тут вопрос эстетики стоит ребром. При больших объемах раскрывается их уникальность и красота. Живут Юлида Хромисы достаточно долго, до 10 лет. Но нужно соблюдать условия содержания и кормления, а тут есть нюансы. Они, например, не любят прохладную воду. Идеальная будет температура в 25 градусов. Приемлемы отклонения плюс-минус 3 градуса. Жесткость воды от 7 до 20 градусов. Лучшим вариантом в этом диапазоне будет золотая середина. При этом PH 7,5-8,5. Вот и все сложности. Оформляется аквариум для этих рыб не так уж и сложно, как и для любых других цихлид. Хорошо подойдет песок, крупные камни. Можно, а в некоторых случаях желательно положить ракушки. Ну и как обычно, в цихлидниках растения использовать можно, но желательно жестколистные с мощной корневой системой. Конечно же, обязательно аэрация и фильтрация воды. Важно разграничить аквариум так, чтобы у каждой рыбки был свой уголок. Подмены воды обязательны, но не стоит увлекаться. Чем мягче будет смена, тем лучше. Имеется в виду не резкая подмена в 30% от общего объема аквариума, а постепенная в течение недели. Например, подмена через день по 10%. Но это в идеале. Обязательно подпишитесь на наш канал. А теперь поговорим о том, какой характер у этих рыб и как они ведут себя с другими рыбками. Очень хорошо уживаются с африканскими цихлидами. С мирными рыбками лучше не сажать. Невзирая на то, что характер у юлидохромиса марлиера достаточно покладистый. Тем более, если аквариум до 100 литров. За свой клочок территории эта рыбка порвет всех и вся. Особенно, когда образуется пара самец и самка. Это происходит 12-месячному возрасту. Есть еще один нюанс. Образовавшаяся пара в большинстве своем остается парой на всю жизнь. А в период нереста они атакуют рыб вдвоем. Но это не мешает им нереститься в общем аквариуме. Однако лучше всего отсадить пару в нерестовик. Так будет лучше для всех. Если вы хотите простимулировать рыб к нересту, поднимите температуру воды на 3 градуса. В процессе нереста самка выметывает до 100 икринок в предварительно выбранное укрытие. Родители яростно храняют кладку. Первая неделя является инкубационным периодом. А еще через 2-3 дня появившиеся мальки начинают плавать. С этого момента у родителей начинает появляться холодок детям. Уже через месяц самец и замка забывают о потомстве и занимаются своими делами. А мальки начинают выживать. Поддержать их можно живой пылью, а по мере роста можно кормить так же, как и других циклит. Обычно в рацион взрослых юльдохромисов входит не только белковая пища, но и растительные корма. Можно сказать, что они всеядны, однако хорошо едят как живые, так и замороженные корма. А помимо этого хорошо едят промышленные корма, особенно со спирулиной. Основная забота в уходе за юльдохромисами это вода. И только в этом сложность. Некоторые добавляют соль в воду для поддержания благоприятных условий. Другие ищут иные методы. Из-за того, что необходимо контролировать показатели воды, я не могу порекомендовать эту рыбку начинающим аквариумистам. Хотя в целом уход достаточно простой. Кстати, возможно у самых любопытных из вас появился вопрос о названии Марлиера. Откуда оно и почему так? Все началось с середины 20 века. Этот циклида получил свое имя в честь бельгийского ихтиолога Марлиера, который возглавлял научную инстанцию в Бурунди и внес свой огромный вклад в изучение танганьиской фауны. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, эта рыбка понравилась вам так, как она нравится мне. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить огромное количество новых интересных видео. И пусть каждый из вас влепит свой клевый лайк. До новых встреч в новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»